приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова надеюсь вам понравилась заставка к этому видео так давно я получила письмо от своей зрительницы по электронной почте где она рассуждает о том насколько должна быть идеально квартира во первых для проживания во вторых для того чтобы в ней снимать видео и она говорит о том что не идеальные квартиры они раздражают и они не являются примером никого не вдохновляя и она пишет о том что уборкой необходимо заниматься 5-6 часов в день именно столько у нее времени уходит без выходных то есть каждый день для того чтобы квартира была идеально убрана и все время готова к принятию гостей напишите пожалуйста что вы об этом думаете я же выскажу свое мнение она естественно субъективно это только мое мнение я придерживаюсь идеи что кроме уборки и готовки именно поэтому я люблю быстрые простые рецепты и сама их придумываю и рассказываю вам делюсь с вами на своем канале я считаю что кроме всего этого есть еще и жизнь и я твердо убеждена что большую часть этой жизни нам необходимо тратить на общение с нашими близкими людьми и детьми и родителями мужьями женами братьями и сестрами если таковые есть конечно же есть еще работа которую львиную долю занимает и даже если нет этой постоянной работы у человека или он работает от разы к разу или дома например работает дети занимают нашей жизни громадные просто кусок времени это понятно мы хотим иногда уж и не хотим этим заниматься когда устаем но все равно приходится и то же самое касается животных которых не бросишь да если собака не погуляешь вы сами знаете что будет если кошку не покормить что соответственно ночью спать спокойно не будет и получается тогда что всего этого вы лишаетесь добровольно в пользу идеально чистой квартиры которая как мне кажется совершенно не говорит о том что вы хороший человек то есть вычищенная добила буквально квартира не говорит о том что вы хорошая мама хорошая жена или хорошая сестра больше того вам скажу это вообще ни о чем не говорит это всего лишь ваше пристрастие то есть ну вот такое хобби если это не превращается в болезнь когда человек не может вообще выйти на улицу прежде чем например три четыре пять десять раз не помоет пол или не включит и выключит свет такое тоже бывает и некоторые моют руки до состояния когда кожа на руках уже начинает лопаться кровить но это уже все это уже проблема тоже обсессивно-компульсивный синдром но надеюсь что данном случае не так это просто любовь к уборке и я конечно же стараюсь содержать квартиру насколько я это могу без домработницы с наличием небольшого количества свободного времени и каково же было удивление этой женщины когда я ответила что мы и не стремимся к идеальной чистоте в доме и она невозможна при наличии детей каких-то гостей которые иногда приходят при наличии двух котов белого цвета дико пушистых да и при живой реальной жизни в доме без домработницы то есть где-то какие-то вещи иногда лежат где-то я сняла белье которое высохло и не успела его еще разложить какие-то там носки непарные еще что-то будет время в течение дня я конечно все это уберу в шкаф но все равно это не идеальная квартира как музей как больница где все вытерто прохлорированно и до блеска натерто буквально и конечно она мне написала что я не права и я не спорю на такие вопросы которые считаю риторическими потому что на них нет ответа каждому человеку должно быть комфортно каждый человек должен успевать для себя оставлять время и уборкой заниматься и работать и что-то вкусненько приготовить это нормально ну кто-то не готовит например есть в ресторане а у кого-то домработница он уборкой вовсе никогда не занимается и в общем-то я в каком-то смысле даже и завидую думаю что у каждого такое случается что в доме не идеальный порядок и это нормально и меня это не пугает грязь да это плохо конечно же с грязью с пылью шерстью я стараюсь как-то справляться в свободное опять же время то есть это не значит что я отменю занятие это не значит что я буду не ухоженная не умытая и голодная но заниматься уборкой конечно же нет в первую очередь я все это делаю а потом уже приступаю к уборке пришла почистить коврик от шерсти смотрите что творится и вот у нас снова бездомный код несчастный его же никто не пускает дальше грязного коврика саймон никто тебя не пускает почему надо обняться с грязными ботинками же убрали их на подставке нет надо все равно сюда саймон иди на свой коврик саймон иди на свой коврик саймон иди на свой коврик саймон саймон видишь все в шерсти нужно убирать давай иди на свой коврик смотрите недоволен но все равно не идет саймон а ты вообще-то меня слышишь что я тебе говорю саймон самик иди на свой коврик зайчик не сопротивляйся давай 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 на свой коврик иди давай иди на свой стульчик все молодец будем уборкой заниматься ой какой как бездомный спрашивали у меня чем я снимаю шерсти я мочу перчатку резиновую как-то вам уже показывала и многие на такой метод перешли и по тоже понравилось смотрите ну на полу не буду вам показывать потому что неудобно стоять вниз головой два белых кота эх три белых коня в общем два белых кота это трагедия дом на самом деле безумное количество шерсти ее не так сильно видно на светлом но если провести мокрой перчаткой вы видите что творится да вот так снимаю шерсть для меня самый удобный вариант напишите чем пользуетесь вы я думаю если шерсти немного то в принципе можно взять и такой вот валик для одежды но у нас всегда много потому что вы видите какие у нас пушистики дома живут все шерсти практически нет никогда не может быть идеальная квартира если у вас есть животные или есть дети всегда будут валяться какие-то игрушки или шерсть батья ты как считаешь да да нужно 6 часов уборкой заниматься батья скажи не нужно нет нет правильно я с тобой с интересный вывод сделала моя бабушка в конце своей жизни она жила до восьмидесяти по моему двух лет это папина мама она всю жизнь была помешана на уборке готовки вкусной и в общем то многие рецепты я тоже от нее взяла потому что общалась с ней периодически не часто но общалась довольно долго ну то есть вот до своего замужества и было дочке где-то лет сколько там 12 13 когда я не стала то есть мы еще и с ней в гости бабушки ездили и я каждый раз смотрела как она готовит и знаете ее квартира всегда была я помню с детства как музей ну в основном еще потому что дедушка в правительстве с брежневым работал руководил гостроем ну в общем такой был серьезный серьезный человек и дома даже он всегда был в рубашке то есть я честно говоря не помню только вот может быть когда он уже заболел он ходил в бархатном халате в футболке в какой-то в халате ну вот всегда идеально одеты они оба всегда идеально причесаны и в доме понятно все блестит и все готово к приему серьезных гостей с работы что часто у них и случалось и когда я приезжала к ней в гости меня все время ругали за то что не идеально поглаженная какая-нибудь там футболка мне кажется на маленьком ребенке видеть идеально отутюженную одежду и чистую главное можно в первые десять минут на некоторых в первые две минуты после того как он ее надел и я помню как мне говорили что вот это должно быть так это так привлекали к готовке к уборке и за это я благодарна но вот эти идеально начищенные вазы хрустальные полы это скатерть с бахромой до которой нельзя было дотронуться я вечно заплетала косички которые меня постоянно потом попрекали что зачем вообще испортила всю скатерть и действительно было приятно конечно находиться в этой квартире немножко на музей было похоже но так знаете для разнообразия интересно и я помню как бабушка сказала уже вот буквально перед смертью она сказала я всю жизнь потратила на уборку и на то чтобы выглядеть достойно когда приходят гости и чтобы квартира была идеально вычищена как музей и чтобы приготовлено было что-то очень вкусное пироги и непростые особенные красиво поданные золотых блюдах и так далее ну в общем можно понять то есть люди серьезные в гостях были и она сказала мне Жанна береги руки посмотри на мои руки и она мне показывала руки и у нее все вот такие вот прям согнутые были суставы огромные распухшие красные руки и она говорит это от того что я постоянно полоскалась в воде и без конца ходила с тряпкой и не было тогда особенно как-то перчаток знаете и уборщицы тоже в перчатках не ходили я помню просто вот когда у нас уборкой занимался кто-то в школе я не помню что уборщица была в перчатках и знаете она сказала что это все было зря то есть нужно было обращать внимание на другое ибо уже дедушка привык к этой чистоте и никто не ценил и не говорил спасибо и она уже привыкла и машинально тратила на это громадное количество времени ну то есть буквально полдня уборка и полдня готовка и все на этом день прошел я не хочу так с учетом того что я знаю какой будет результат я говорила о том что болит потом все после этих бесконечных уборок и главное что вот этот итог ее уже не радовал то есть все делала по наитию машинально каждый день одно и то же и и да все вокруг вроде как идеально но нет естественно нет какой-то карьеры нет реализации самореализации есть книги которые она читала в большое количество но по сути кроме уборки в жизни уже больше ничего и не было я не хочу так я к этому не готова мне нравится чистота я никогда не оставлю какую-то грязь валяющуюся на полу я регулярно каждый день протираю естественно столы посудомоечная машинка у нас чистая и плита но вот доходить до состояния когда я не могу просто лечь спать если я десять раз не помыла полы мне честно говоря ну совсем не хочется и есть что-то более на мой взгляд интересное но это по крайней мере у меня возможно вы со мной не согласитесь то чем хочется заняться в течение дня есть дети есть муж есть кино есть театры есть вообще улица можно погулять есть спорт есть животные с которыми хочется пообщаться есть книги которые хочется почитать есть мой канал тоже хочется снять видео и нужно время чтобы его смонтировать и нужно время на то чтобы тоже привести себя в порядок то есть нельзя же быть все время лохматой нечесанной но при этом с тряпкой в руках ну тогда это получается жизнь уборщицы это полноценный день 6 сколько там 7 часов уборки с тряпкой теперь уже слава богу есть перчатки но они не сильно все равно спасают все равно руки от этого страдают на мой взгляд все таки ну не стоит если вы не получается от этого ну такое вот просто удовольствие невероятное столько эндорфинов как от какого-то подарка как от улыбки детей как от вашего хобби или как от великолепные книги то мне кажется не не стоит на это тратить всю всю свою жизнь потому что есть много другого интересного какой опыт есть у вас возможно от бабушек от дедушек от ваших друзей подруг сколько времени вы тратите на уборку у меня на это уходит не более часа полутора часов каждый день просто потому что я не довожу квартиру до состояния когда нужна генеральная уборка 7 часов с тряпкой в зубах в руках где там ползать то есть я каждый день понемногу каждый день понемногу делаю друзья вы удивитесь вы просто будете в обмороке от того как это вкусно и просто и так придумала сама делюсь потрясающе уже второй раз готовлю съедается просто вот вылизывается сковородка значит так это кусочки рыбы филе у меня белое можете взять любую которая вам нравится обмакиваю в яйце слегка припорашиваю мукой специи соль обжариваю с двух сторон а дальше я беру хумус банку ту которая ну в общем какую нашли как вы какой вам хумус нравится такой и берите можете в принципе сами сделать если умеете как же это вкусно если вы разведете их чуть-чуть водичка этот хумус там и выльете в уже готовую практически рыбу на небольшом огне подержите можете добавить чуть больше соли можете еще добавить специи но самое главное что это безумно просто это очень вкусно рыба такая сочная получается и с любым гарниром великолепно вот так была рада поделиться с вами приятным вкусным и главное простым рецепт я буду ждать вас в комментариях огромное огромное вам спасибо за то что вы смотрите мои видео поддерживать их пальчиком вверх и оставляйте комментарии все это помогает моему каналу развиваться с учетом того что я исключительно на вашей поддержке держусь то есть мой канал только на поддержке я не проплачиваю никакие комментарии и какую фальшивую аудиторию не подсоединяю в качестве активной к своему каналу то есть все честно иначе вообще зачем этим заниматься то я буду очень признательна вам за вашу поддержку огромное спасибо вам за внимание желаю вам удачи и будьте благодарны за то что имеете вид спасибо